привет народ с новым годом прошедшим и прошедшим только недавно рождеством продолжаю снимать свое видео сегодня видео и рыболовное и тестовое потому что я прицепил другую камеру буду смотреть насколько хорошо она снимает у этой камеры больше разрешения и коллекция изображения работает лучше но на самом деле она конечно обрезала края которые изогнутые обычно на экшен камеры получается из объектива рыбий глаз но насколько я вижу спиннинг на столе вполне себе прямой это да и вне оверсаль ультралайт до 4 грамм 562 орс спиннинг долгие годы отлично работает в качестве классического ультралайта то есть ловли на вертушке колебалки и крымки только все время хочется катушку ему подобрать именно дайвовская а тут два варианта было бы либо 1500 и на тот момент катушки которые довольно большие то есть вот у меня есть excel и 1500 того времени как раз когда этот двумя шпулями что и доказала падение шпуле на спиннинг так стоять так ручки у катушек как обычно у меня не на ту сторону как привычную большинство поэтому не обессудьте по моему крупновато немножко может быть нет может быть да вроде бы баланс вполне нормально хотя катушка довольно большая и вес у нее получается где-то тут я видел вес 240 грамм и передачка 4.7 в принципе для ультралайт вполне нормально для потому что шпуля здесь довольно большая но хотелось катушку поменьше искал 500 и укропа раньше все таки интереснее было логотип на мой взгляд чем вот это вот непонятное крипто что то размер шпульта отличается очень сильно почему взял потому что другого не нашел это раз во вторых хотел посмотреть что из себя представляют катушки 500 и от дайва они все еще выпускаются насколько я понимаю но на нашем рынке практически не представлены есть еще 750-е катушки они для американского рынка насколько я понял там как минимум четыре или три или четыре вида 750-ых катушек жалко что у нас их нет то есть это маленькие катушки от дайва но чем старше модель соответственно чем тем лучше она оснащена вплоть до пробкового кнопы там и всех подшипников сколько влезала в катушку у этой же катушки убрали все что только можно кноп видите вполне такого ретро вида обычный пластиковый но на самом деле может быть даже лучше то есть он вполне ухватистый и большой рука не скользит и соответственно портится здесь нечему несмотря на то что здесь нет никаких подшипников нормально вообще вращаются кноп миха металлическая рукоятка но не точеная вот такая просто летая но не думаю что она сильно тяжелее дальше естественно пластик крепление винта шестигранник катушка сама по себе довольно маленькая диаметр шпули ну напомню что это 500 получается ой уехал 35 миллиметров ну довольно небольшая катушка в целом удивляет до большая рукоятка фрикционного тормоза но она одновременно очень даже ухватистая так подшипник один и и все шестеренки белые поэтому к сожалению не нашлось то что должно было быть но ловить скорее всего это и возможно досталась мне эта катушка вместе с каким-то шнуром то есть на изначально на нее не знаю долго ловил или недолго ее хозяин потому что особых следов использования нет то есть минимум повреждений минимум затертостей но я надеюсь видно у нее нормально уложена плетенка для такой катушки почему то почему то нормальный нормальная намотка получается то что здесь крест на крест где то попадает это я рукой остатки доматывал никакой перфорации нет никаких дополнительных подшипников нет больше всего меня добило что здесь во первых пружина стоит совершенно другого вида не знаю получится вынуть опа вот такая вот вполне себе какая-то скобяное изделие а не пружинка из обычных шпуль и здесь шесть дисков в фрикционе фетровый не фетровый не пойму я нет какой-то пластик вы считаете карбон наверное все таки карбон это получается три карбоновых диска и три металлических диска то есть все как у старших катушек нормальных у тех же напомнил риоби насколько я помню там всего вообще два диска но тем не менее фрикцион нормально работает ролик разочаровал с одной стороны тем что он похоже вообще алюминиевый по крайней мере он белый с двух сторон не знаю что за материал но на своей несчастной пластиковой втулке исправно крутится и тот человек который ловился шнуром я ему какое-то время он все таки половил на ролике остался желтый след от плетенки но нет пропилов то есть ролик вполне нормально работает вот белая вторая шестерня основная то есть вся пара белая алюминий по алюминию ну не знаю там силумин по силумину сколько это проживет не знаю в качестве спиннинговой катушкой ее можно рассматривать наверное с большой натяжкой скорее всего для поплавочки но если у нее нормальная будет укладка и такое количество фрикционе дисков то есть фрикцион будет работать нормально для мармышинга ее можно использовать нагрузок там обычно гигантских нет и супер легкого хода какого-то не сильно надо потому что мы постоянно играем господи играем мармышкой и соответственно у нас получается в любом случае неравномерная намотка даже на втулках нормально работает катушка не сказать что прям там идеальный ход но он нормальный ход то есть нет каких-то там он не тугой дальше единственное что пожалуй помешает современной используя как современную катушку отсутствие отгонной муфты здесь есть просто стопор видите не знаю насколько это будет критично но попробовать ее использовать как нормальную спиннинговую катушку можно но только на что-то либо на легких весах то есть ультравате либо на соответственно с монолеской либо на мармышинге попробовать если она будет нормально класть шнур потому что я вижу шнур она будет класть нормально давайте взвесим стоит ли оно вообще шнур я не знаю сколько здесь весит его здесь дофига потому что шпуля глубокая изначально рассчитана на 180 метров 0,14 вот где они такие вообще видели катушки 142 грамма вместе со шнуром то есть она 130 чем-то грамм скорее всего весит можно добавить подшипники сюда и сюда не знаю насчет втулки возможно ли и заменить ролик на что-то и стоит ли вообще заморачиваться или поискать лучше кроссфайер или купить например с американского рынка 750 катушки но там будет дорого доставка если даже получится поэтому такая противоречивая катушка и хочется и колется то есть потенциально неплохая потенциально она вполне работоспособна при минимальных размерах и маленьком весе можно ли ее использовать серьезно в рыбалке серьезной повторюсь не знаю пока не могу сказать насколько живучими окажутся алюминиевые шестерни от Дайвы но почему-то руки прям чешутся ее попробовать на мормышинге для этого спиннинга посмотрим насколько она велика или мала вообще весь закрылся но у меня тут другие катушки стояли он уже разработан этот катушка держатель он здесь остается видите свободное место получается вот мне не нравится что я держусь за металл постоянно мне кажется что даже маловато для этого спиннинга эта катушка сейчас поставлю сюда обратно 1500 я на него кстати никогда не ловил здесь с 1500 но тут поставил задумался может оно так и должно быть то есть спиннинги того времени наверное рассчитывались на те катушки которые Дайва могла предоставить в то время тогда очень хорошо подходит катушка к этому спиннингу вроде бы вполне нормально выходит по цвету и вообще по размеру то есть она небольшая ну разница вообще в 100 грамм довольно много на мой взгляд но это катушка в металлическом корпусе и с большой шпулей поэтому надо будет попробовать вот в таком виде я почему то так ни разу не пробовал все время эту катушку стояла на более крупные спиннинги может быть она как раз идеально окажется в идеальном балансе потому что если эту катушку положить ну видите она совсем крошечная поэтому смотрите сейчас маленьких катушек не так много тем более фирменных кое-что встречается у Шимана у Дайва практически на российском рынке ничего и маленького нет то есть тысячники и дальше нужны ли они такие маленькие для использования со спиннинги другой вопрос остается всякие зимние удилища во вторых нужны этот поплавочки но там скорее всего лучше использовать катушки с задним фрикционным тормозом и мормыши здесь вот вес видите совсем небольшой и цена этой катушки тоже совсем небольшая если найдете так единственное что-то не нашел сколько у нее а нигде не написано передаточное число странно ну конечно должно быть 5,1 давайте посмотрим раз два три четыре пять ну 5,2 наверное как и есть стандартная так что смотрите сами довольно игрушечная катушка конечно но все-таки Дайва и возможно с нормальной намоткой и с нормальной работой фрикциона потом попробую намотать что-то тонкое сняв этот шнур и посмотреть что из этого вышло все, всем пока пока Продолжение следует...